Здравствуйте, меня зовут Ирина Сафронова, я двукратная чемпионка мира по рогейну. Хочу рассказать вам о том, какая экипировка вам пригодится. Для рогейна вам нужна удобная одежда, хорошая отличная обувь, рюкзак, компас. В принципе, этого достаточно. Одежда должна быть не стесняющей движения, обтягивающая, чтобы не цеплялась за ветки за кусты, и длинная, закрывающая ноги до конца, так как достаточно много крапивы, веток и всяких других сложностей. Самая важная часть это, пожалуй, все-таки кроссовки, которые будут сидеть вам удобно по ноге, не натирать, надежно держать вас, иметь хорошее сцепление, агрессивный протектор. И хороший рюкзак, у которого много каверманов спереди, для того, чтобы вам было удобно все доставать, не снимая рюкзака во время бега. А что такое хороший протектор, агрессивный протектор? Высокий и достаточно редкий. Это, собственно говоря, моя любимая модель. Не самая бюджетная, но отлично сидит. Очень легкий кроссовок и очень тонкий. Есть любимая модель всех, можно сказать, времен и народов. Это спидкросс. Тоже совершенно прекрасный кроссовок с очень хорошим протектором. Отличная шнуровка, шнурки не развязываются. Он такую популярность получил благодаря тому, что он достаточно мягко и удобно садится. Весь его верх очень такой мягенький и приятный с точки зрения посадки. Но как минус, я бы сказала, что он достаточно хорошо набирает воду. В рогейнах практически всегда у вас ноги будут периодически мокнуть. Болото, пересечение в рот канав, рек, ручьев – это практически неотъемлемая часть рогейна. Поэтому для такого начального уровня очень хорошие кроссовки. Но если задумываться о чем-то там более быстром, более легком, можно посмотреть кроссовки с более тонким верхом. Как вот самый прямо, на мой взгляд, верх минимализма – это кроссовки Innovate. Как вы можете видеть, они еще ниже, они еще легче. У них точно такой же агрессивный протектор. Но за счет того, что они ниже, они требуют более лучшей подготовки самого спортсмена. Тут нет защиты, нет поддержки. В общем, все должны делать ваши ноги. Очень многие начинающие выбирают Asics, потому что кроссовок очень удобно хорошо садиться по ноге. Прекрасный вариант – трейловый кроссовок Geltro Book. Но, как видите, подошва чуть менее агрессивна. В принципе, для большинства рогейнов этого будет достаточно. Но если какая-то прям грязь-грязь непролазная, все-таки этот протектор явно агрессивнее и сцепление будет гораздо лучше. Если просто бегать по дорожке, вы этого можете не заметить. Но когда вы действительно попадете в какое-то сложное условие грязь, вы будете видеть, как заметно отличается бег у человека с хорошей обувью с хорошим протектором, а человеку, у которого будет периодически проскальзывание. Очень часто кроссовки можно дополнить гамашами. Здесь как бы на вкус и цвет, но в целом я бы рекомендовала маленькие гамаши под кроссовки. Вот так они выглядят. Совсем маленькие, совсем невесомые. Закрывает как раз верх кроссовка, чтобы ничего внутрь кроссовка не засыпалась, не попадала. Это тоже помогает сохранить ноги, предотвратить натирание. Следующий момент, достаточно важный. Здесь тоже как бы вопрос экономии будет, может быть, не совсем правильным. Это рюкзак. Есть у Соломона такие рюкзаки, больше направленные на трейловые мероприятия. У них в комплекте входят две фляжки. Для большинства рогейнов две фляжки по 0,5, один литр – это мало. Поэтому этот вариант хороший и очень легкий, но для коротких вариантов – типа 4 часа. В принципе, я с таким же езжу на велосипеде, когда еще есть на велораме дополнительная фляжка. Итого в сумме это будет почти 2 литра, этого уже как бы нормально. Если меньше, летний рогейн, рогейн в теплое время года – маловато. Дело в том, что на трейл-ранговых соревнованиях у вас достаточно часто пункты питания. На рогейне вопрос обеспечения водой практически всегда это на совести участников. И организаторы помогают в этом вопросе только тем, чтобы означать на карте места, где есть магазины либо колодцы. Как правило, таких мест очень немного. Не всегда они вам удобны по маршруту. Поэтому запас воды в 1,5-2 литра он должен быть. Это практически всегда рюкзак, у которого должна быть питьевая система с трубочками, которые выходят на плечо. Но что очень важно и на что бы я обратила внимание – это наличие карманов. Рюкзаки, которые имеют маленький объем, очень часто не делают карманы на поясе. Что, собственно говоря, мне в них очень сильно не нравится. Потому что задача ваша – бежать и обеспечить в карманах себя продуктами, всем самым необходимым. И не снимать рюкзак в процессе всего рогейна, не терять на этом время. Максимум один раз снять, когда вы будете перезаправлять гидратор. Все. А так все необходимое должно помещаться в этих кармашках. Это небольшое количество еды, это может быть пару таблеток на всякие экстренные случаи. Да и, в принципе, все. Что касается одежды, почти всегда нам нужны будут либо длинные шорты, тайцы лосиные, либо 3 четверти плюс гетеры. Ну, практически всегда вы попадаете в какие-то заросли крапив, в какие-то кусты, и ноги очень оцарапаны. Поэтому даже в самую-самую сильную жару практически всегда все рогейнеры бегают с закрытыми ногами. Ну, на футболках это не так критично, кто-то закрывает полностью, но в жаркую погоду тяжеловато, поэтому футболка. Почему не майка? Потому что практически всегда у вас есть рюкзак, чтобы рюкзак вам не натирал шею и подмышки, лучше, чтобы это все-таки была футболка. Что-то более легкое, уже там осенний-весенний период, это еще может быть ветровка, может быть вариант термобелье с длинным рукавом, плюс ветровка в рюкзаке, либо ветровка на себе. А гортексовые куртки я практически никогда не беру, потому что рогейн такой достаточно интенсивный вид спорта, и нужна хорошая паропроводимость. У гортекса все-таки она ниже, чем у просто ветровок. И если тепло, то даже в ливень комфортнее бежать в ветровке, чем в гортексе, который изнутри от вашего пота может быть влажным. Только в очень суровых условиях, поздняя осень и ливень, только в таких условиях имеет смысл брать куртку с мембраной. В заключение хочется сказать, что экипировка это всегда достаточно важная часть подготовки, и без этого соревнования могут пойти не очень. А с хорошей экипировкой все будет отлично. Субтитры создавал DimaTorzok